Пилят хорошее, оставляют плохое, бьют тревогу жители Первомайского района. Они уверяют, пятый год, прикрываясь санитарной рубкой, Бобровский лесокомбинат пилит здоровые деревья на продажу. По мнению людей, лес гибнет. Я понимаю, что, может быть, вырубка состоится дальше на много километров законно. Но здесь маленький кусочек, пятый год, как бы выпластвовать, но я считаю, что это уже... Он светится, действительно уже светится. Уже там ни птиц, ни животных практически не осталось. Холдинговая компания «Алтайлес», куда относится лесокомбинат, факт рубки не отрицают. Но говорят, что ее проводят не с целью улучшения состояния, а для омоложения леса. Из насаждения забираются деревья в возрасте старше 110-120 лет, так называемые спелые и перестойные, а также сухостойные. Для чего это делается? Цель – омоложение лесов, поддержание насаждения в здоровом состоянии и профилактика лесных пожаров, что особенно актуально для тех населенных пунктов, которые находятся рядом с лесом. За объемом вырубок и их местами следит специальная государственная лесоустроительная организация. Она же выдает разрешение на вырубки. Выходит, они вполне законны. Но со стороны местных жителей есть еще одна претензия – разбитая лесовозами дорога, которой пользуются жители села Бобровка и поселка Калиновка. Зам. директора лесокомбината с ними не согласен. Дорога просто прекрасная, ровненькая, как для проезда любой техники. Сотрудники лесного холдинга признают – звонки с жалобами в последнее время поступают часто. Но такая бдительность, говорят лесники, им даже приятна. Множество обращений позволяет не пропустить реальные нарушения. А таковых здесь хватает, и не только по части вырубок. Так, местные жители жалуются на то, что в их бор регулярно наведываются осенизаторские машины. Кто сливает нечистоты, предстоит еще выяснить. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.